Ура! Ура! Попробуем! Приемное отделение, которое до недавнего времени, 168 квадратных метров, я не буду рассказывать вам долго, вы лучше меня знаете во много раз, что это было, в каких условиях вы работали. Искренне рад сегодня находиться здесь и смотреть на результаты нашего совместного труда, смотреть, как преображается Одесса, особенно в преддверии дня рождения нашего прекрасного города. Это демонстрация нашего отношения, во-первых, к жителям нашего города, для создания условий на предоставление качественной медицинской услуги и качественного медицинского обслуживания, человеческого отношения к людям. Это, во-первых. Во-вторых, это демонстрация отношения к медицинским работникам, создание хорошего рабочего места, условий работы. Но когда в 11-й больнице возникло первое такое отделение, вот такого именно уровня, много писалось про нас интересных вещей, про нас вообще много очень пишут. О том, что это будет частное отделение, платное отделение и так далее. С одной стороны, печально, что наши люди не верят, что к ним может быть такое отношение. Но своими поступками мы демонстрируем, что это делается для простых людей. Вот это задача, которую мы перед собой поставили. В наших планах наладить порядок во всех отделениях, абсолютно во всех отделениях, потому что сегодня 11-я больница взяла на себя основную работу вне ковидного режима, а никто не отменял в период пандемии и другие заболевания. Поэтому вся нагрузка лежит на 11-й больнице сегодня. Я хочу поблагодарить вас, что преданное своему городу и своему делу, и забота о виситах, все-таки мы сохранили практически весь медицинский персонал, который остался в двери на 10, остались здесь и спасаете жизни от виситов. Спасибо вам огромное. Счастья, здоровья, всего самого хорошего. Мы будем дальше продолжать улучшать состояние наших медицинских учреждений. Спасибо вам огромное. Продолжение следует... Не было возможности обеспечить в достаточном уровне оказание первой вургентной экстренной медицинской помощи. Я хочу сказать, что пациент, который поступал в больницу через старое приемное отделение, мы вынуждены были его транспортировать по территории учреждения для того, чтобы производить диагностическое мероприятие, для того, чтобы завести его в стационар, где будет оказываться первая помощь. Создание данного приемного отделения, которое включает в себя полностью диагностическую службу, это КТ, цифровой рентгенаппарат, ультразвуковую диагностику, хороший потенциал, есть возможность обучать молодежь, а главное, что никто из молодых специалистов не сказал, что я хочу уехать за границу. Мы хотим работать в нашей больнице. Поэтому реально это дорогого стоя. Спасибо вам всем. На сегодняшний день в этом приемном отделении смогут помощь, всю всестороннюю помощь, то есть политравку, с любой травмой, которая будет поступать, здесь помощь смогут оказать сотрудники 11-й городской больницы, все сотрудники обучены, как работать с соответствующим оборудованием, и дай бог в ближайшее время, может быть, 11-я больница сможет оказывать третий уровень помощи. А что это говорит? Это говорит, что Министерство здравоохранения на уровне, как и областная больница, смогут и трансплантации тогда оказываться, дополнительные услуги сможет оказывать 11-я больница. Но на сегодняшний день 11-я больница – это ургетная больница, в которой может помощь оказывать всестороннюю, то есть политравмами. Это второе приемное отделение, которое открыто вот с таким ремонтом. Недавно мы открыли приемное отделение еврейской нашей больницы, вот здесь сегодня в 11-й больнице, и в ближайшие буквально несколько дней мы будем открывать приемное отделение 10-й городской больницы, и все районы города будут оснащены вот такими новыми, современными диагностическими отделениями. Я хочу напомнить, три года назад мы открыли здесь современное гинекологическое отделение, которого не было никогда в 11 больнице. Мы открыли здесь городскую, повторюсь, такой тоже не было, городскую станцию переливания крови, которая была всегда областная. На сегодняшний день город не зависит ни от области, ни от кого. У нас здесь своя станция переливания крови и вот такое новое современное приемно-диагностическое отделение. Уже ведутся смертные работы, здесь будет открыто кардиологическое отделение, тоже современное, новое в нашей городской 11 больнице.